Это ты еще не видела мою бабушку на байке. Достаньте, пожалуйста, свои ноутбуки. Я как раз купила себе новый. На уроке информатики без ноутбука не обойтись. Только вот у Роберта возникла проблема. Извините, мистер Уокер, я забыл его дома. Ох, ладно, можешь пока воспользоваться моим. Но не забудь его в следующий раз. Спасибо, вы лучший. Ребята, важное объявление. Что? Я продаю билеты на концерт Миссис Моррис всего за 100 долларов. Правда? Я возьму сразу два. Я тоже хочу купить билет. Ого, сколько желающих. Так, а где мои деньги? Надо срочно поискать их в рюкзаке, пока все билеты не раскупили. Ну же, я точно брал их с собой. Нашел. О, нет, ноутбук мистера Уокера. Это было случайно, простите. Что ты наделал? О, похоже, у кого-то сегодня очень неудачный день. Я же на нем работал. Вот, этого мало. Ты должен компенсировать мне полную стоимость ноутбука. Бедняга. Ну, увидимся на концерте. Ю-ху, это будет супер круто. Жаклина, должишь мне денег? Извини, у самой мало. Это все из-за моей неуклюжести. Те 100 долларов были у меня последними, а ноутбук дорого стоил. И как же мне заработать такую большую сумму? Ах, ничто не пахнет лучше, чем деньги. Я готов к работе. Хорошо, смотри и запоминай. Здесь ноутбук, который я одолжил у жены. Мое любимое растение, а там книги и документы. Ага, понял. Это достаточно ценные вещи, но больше всего внимания уделяя охране сейфа. Он важнее всего. Это очень ответственная работа. Докажи, что я не зря дал тебе шанс. Не волнуйтесь, сэр, я вас не подведу. Охранник Роберт выходит на смену, так что берегитесь, грабители Трумсити. Ха, мимо меня и мышь не проскочит. Я всегда на чеку. Максимальная концентрация внимания. Зря мистер Уокер переживает. Ты в надежных руках. Что-то я немного устал. Но я слишком ответственная, чтобы спать во время работы. Надо следить за сейфом. А, показалось. Я просто подремлю минуты две. Ничего же не случится. Проходи скорее. Тише ты, а ты аккуратней. А здесь есть чем поживиться. Да, пока кто-то спит, грабители выходят на охоту. И эти мелочицы не собираются. Они намерены унести с собой как можно больше вещей. О, я хочу это. Интересная вещица. И это все заберу на всякий случай. Так, что тут еще есть? О, а я его и не заметила. И почему он спит прямо на сейфе? Но все самое ценное именно там. Я знаю, но вдруг он проснется. Концерт миссис Моррис. Он же спит как младенец. Ладно, давай рискнем. Ну, как прошел твой первый рабочий день? Стоп, почему мой кабинет полностью пуст? Сейчас же просыпайся. Как ты мог уснуть во время работы? Мой кабинет ограбили. Не кричите. Самое главное, я сумел сохранить. О чем ты? О сейфе. Нет, нет, нет. Почему он открыт? Здесь нет ничего, кроме записки. Сладких снов. Надеюсь, ты хорошо выспался ценой моих денег. Ты уволен. Упс. Мистер Лимончик, у тебя есть идея, как заработать много денег? Не знаю, бро. Я думаю, как получать много еды. Может, ты научишься показывать трюки, а мне будут платить? Еще чего. Ла-ла-ла-ла. О нет, карандаш сломался. Куда я положила свою точилку? Здесь нет. А вдруг я ее дома забыла? Кажется, я знаю, как ей помочь. У меня есть точилка. Выручишь меня. Нужный карандаш сломался, а я хочу закончить рисунок. С тебя один доллар. Давай его сюда. Бро, ты только смотри, не перестарайся там. Готово, держи. Что это за огрызок вместо карандаша? Ты думаешь, я за это заплачу? Ну уж нет. Какая она неблагодарная. Доброе утро, студенты. Я приготовил вам на сегодня пару заданий. О, карандаш не заточен, странно. И этот тоже. И этот. Да все они не заточены. Что же делать? Я могу их заточить. Один карандаш, один доллар. Нет, не совершайте ошибки. Отлично, тогда возьми все и вот 20 долларов. Прости, дружище, придется еще потрудиться. Золотой хани-джели. В составе такого лакомства могут быть далеко не дешевые ингредиенты. Ого, я теперь богат. Что это за шум? Я хочу подольше поспать в свой выходной. Эй, ты забери свою собаку и пусть она лает подальше отсюда. О, у меня появилась бизнес-идея. Прости, сейчас никак не получится. Эх, Карлита, опять из-за нашей с тобой прогулки я пропускаю футбол. Привет, у меня для тебя есть отличное предложение. Я могу выгулять твою собаку. Звучит заманчиво. Что? А сколько это стоит? Три доллара. Всего три. Вот, держи, Карлита. Футбол, жди меня. Ну что, дружок, пойдем? Какой-то ты подозрительный. От тебя пахнет бедностью, а у меня же отличный нюх. Но так и быть, я разрешаю тебе гулять со мной. Ты такой маленький и миленький. Да не маленький я. Какой хорошенький щеночек. Я должна с ним сфотографироваться. Вы не против? Улыбайся, малыш. Вот это да. Держите, он просто прелесть. Спасибо, знаю. Карлита, ты понимаешь, что это значит? Мы с тобой можем разбогатеть. Если все получится, я куплю тебе косточку. А, класс, я обожаю собачек. Я могу сфотографироваться с ним? Конечно. Смотри сюда. Отлично, держи. О, спасибо. Вы только никуда не уходите, я сейчас вернусь. Ты понимаешь, что это успех? Вот он, Мишель. Ой, я тоже хочу сделать с ним селфи. Хорошо, без проблем. Я чувствую себя какой-то суперзвездой. Всего пару кадров. Готово. Подождите здесь, я позову подругу. Я даже немного завидую твоей популярности, дружок. О, старые клиенты приводят новых. Нам нужно еще фото. Этого хватит? Похоже, Роберт нашел настоящую золотую жилу. Да, дорогая, я буду дома к ужину. Что это там? Я тебе перезвоню. Поставьте лайк этому песику. Пропустите. Кто тут такой хороший мальчик? Я могу его подержать? Да, одну секунду. Вот это не везение. О нет, простите, я не знаю, как так вышло. Собаку надо выгуливать, чтобы такого не происходило. А это я заберу за химчистку. Корлита, как же так? Простите, не сдержался. Ничего не видно, типичная проблема всех низких людей на концертах. Обидно, когда хочешь полюбоваться своим кумиром, а в итоге приходится наблюдать за чужими спинами. Может попробовать проползти вперед? Вдруг отсюда будет что-то видно? Нет, это бессмысленно. Мне бы сюда стремянку. Я могу тебя поднять. О, давай. Тогда залезай мне на плечи. Наш мир заиграет новыми красками, когда мы перестанем прятать эмоции за масками. Медвик, я обожаю тебя. Отсюда все намного лучше видно, спасибо. Только вот оказалось, что держать человека на плечах не такая уж простая задача. Эй, насмотрелась на него, пора слезать. Что, уже? Ну это было супер круто, спасибо тебе. Фух, кого еще поднять? О, меня, красавчик. Поцелуй за один доллар достаточно простой способ заработать деньги. Жаль только, что клиентов выбирать нельзя. Может, начать продавать печенье? Но я не умею его печь. А что, если стричь газоны? О, я слышу детский плач. Эй, почему ты расстроена? Один старшеклассник прилепил леденец к моим волосам. Давай помогу. Ай, мне больно. Ой, извини. Слушай, а давай я лучше поговорю с тем задирой, чтобы он тебя не обижал? Да, давай. Это не бесплатно. Держи. А теперь покажи, где обидчик. Вон там, за твоей спиной. Ой. Какие-то проблемы. Я хочу предложить тебе денег, чтобы ты больше не обижал ту девочку. Хорошо. Давай еще. Да-да, конечно. Молодец. Можешь идти. Это провал. Ты серьезно? Так я и без тебя бы справилась. Зато проблема решена. Неудачник. Надо искать другой способ заработка. Этим вечером в Трум-Сити будет жарко, ведь вот-вот начнется концерт неповторимой Миссис Моррис. Каждый мечтает сюда попасть. Вот мой билет. Хорошо, проходите. Как же хочется увидеть хотя бы часть выступления. Эй, хочешь попасть на концерт? Давай я тебя подменю. Ты серьезно? Это было бы круто. Держи. Спасибо тебе. Отличная сделка. А как тебе ее новый трек? Так, слушаю его на повторе. Отлично, я побежал. Все чисто, прием. Итак, показывайте свои билеты. Йоу, вот мой. Вижу, проходите. Мисс, ваш билет. Проходите, хорошего вечера. Где ваш билет? Я же главная звезда этого вечера. У вас что, проблемы со зрением? Ха-ха-ха, билет где? Но он мне и не нужен. Меня должны пропустить просто так, иначе концерт не состоится. Вот видите, это я собственной персоной. Хм, интересно. Но без билета мы не пускаем. Да что с вами не так? Вот, просто возьмите мой снэк и пропустите меня. Ого, какая крутая картошка фри. У меня высокодолларовая диета, а теперь дайте мне пройти. Да-да, конечно. Роберт? Мистер Уокер? Я вижу, что ты собрал достаточно денег, чтобы компенсировать мне поломку ноутбука. Но я не готов их сейчас отдать. Ребята, а что бы вы сделали на моем месте? Напишите свой ответ в комментариях под этим видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова ОБЩЕНКО Продолжение следует...